Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Сегодня ночью был хороший дождик, также пасмурно гремит гром, но пчела работает. Я приехал, вот время 12 час, пчела работает. Меня спрашивают, как влияет дождь на акацию. Ну, бывало, дождь, может, как говорят, кислотный или какой-то еще другой, он превращает акацию в какую-то молочную кашу. Она такая становится слизкой и перестает выделять. А, в общем-то, были года, что ночью идет дождь, но температура днем 29-27 градусов. Пчела работает изумительно, да? 9-11 килограмм приносило на посадках, когда мы стояли. Вот. Еще один юанк. Если пчела при тучах вылетает, с улика выскакивает, то дождя, вероятнее всего, не будет, потому что пчелы чувствуют дождь. Видите, нектар выделяется, пчелка ползет тяжелая, весы немножко приподнялись, то есть что-то несут. Акация продолжает выделять. Так что вот такие тонкости подождю на акации. Я думал, здесь не проеду, но тут, в принципе, по травке сухо, нормально. Все хорошо. Яковлевич отвез там зубы полечить, сам приехал, привез. Собрал пчелу летную. Вы видели романос. Сейчас я принесу и посажу ее сверху на отводах. Привез, поставил романосик. Это пчела, прилетевшая после отъезда пасеки. Не возвратившаяся с акации. Один год мы переезжали из-под солнуха, и у нас тоже был дедушка, и он всегда собирал пчелу. Так вот, с таких четырех прицепов собрал два десятирамочных романосца. Подсадил туда маток. Правда, через неделю там осталось пчелы, где-то рамки две-три. Потому что в основном задерживается и не прилетает старая летная пчела. Поэтому, в принципе, эта старая летная пчела, она долго не живет. Но он собирал. Сейчас она чуть полетает, и я ее посажу во второй корпус вот этой семейки. Там она сидит на одном корпусе, сверху стоят две рамочки, три для меда через решетку. Пусть объединяются и работают. Что-то здесь принесу. Лед пчелы поуменьшился. Это, вероятнее всего, пойдет дождичек. Но он и моросит. Как правило, дождь, если с утра его нет, где-то часам в двенадцати, там, в часу, он даже небольшой, на десять, двадцать, тридцать минут загонит пчелу, то уже считайте, что пятьдесят процентов взятка у вас не будет. Или с утра. То есть прерывается стабильная, равномерная работа. Пчелы пока опять сгруппируются, сориентируются. В общем-то, дождь очень сильно мешает на взятке. Моя Мазда Деми, я иногда называю Чебурашкой, хотя она и не зеленая, но потому что маленькая по сравнению с крокодилом Геной. Она не полноприводная, но юркая, удобная, маленькая, компактная, пять человек, я как рассказывал в одном из видео. И здесь зимнюю резину я и не снимал еще, потому что она всю зиму простояла, не ездила, ездила на своей 626 Мазде. Та сейчас в ремонте. По травке и по грязи она бегает вроде бы как нормально. Пробежал по траве. В общем-то, все нормально. Так что, можно жить. У меня не было полноприводных машин никогда, а 35 лет по пчеловоди. Сейчас посижу, подожду, Яковлевич позвонит, пойду в город, его заберу и привезу обратно. И пересажу за это время, пчелка облетится с романоса, пересажу романос в корпус, пусть сработает. Вчера вечером взял лопатку и между делом подкопал колесико, прицеп выровнялся. А то получается, рессора выгнулась уже в обратную сторону, а та сторона висит. Ну, как говорится, дабы все сделать по уму, подкопал, выровнял, стоит идеально. Яковлевич не скатывается с кровати. Пчелка ведет себя мирно, спокойно. Сейчас я аккуратненько вытащу с этого романоса этих пчелишек и посажу во второй корпус этой семьи. Я думаю, что они не будут. Дождик идет, моросит, челка работает потихоньку. Что-то уже с утра принесла, грамм 300, весы немножко поднялись. Ну, вот сейчас вот там вроде бы как просветление на небе должно проясниться. И вроде бы как 12-15 часам будет уже нормальная солнечная погода. Погромыхивает гром. Сверкает молния. Идет мелкий дождик. Когда мы приехали и видели, как идет, работает пчела, это она возвращалась, пряталась от дождя. Ну, пчела летает потихоньку. Как я вам показал, 20 градусов, это не холодно, она не застынет. Но дождь идет. Вот так, исходя из вот этого видео конкретно сейчас, можно сказать, что потеряно около 4 килограмм меда умножить на 50, это фляги 3 меда потеряно за сегодняшний день. Вот что значит, мешают погодные условия работать. Какой красивый пейзаж. Мелко моросит дождь. Разбегаются тучи. Тишина. Тишина. Гремит гром. Цветет акация. Вот по прилеткам можно сказать, что вот эти две семьи с медом, а эти две, вот они повылазили. Эта семья мы с вами пересматривали, она залита. То есть вот 50% семей меда уже нанесли. Осталось им заниматься, печатать его, перекладывать с нижних корпусов вверх. И здесь также. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот весовая, это не самая мощная, вот видите, что она, в общем-то, даже и не вылезла. И эта весовая, не так сильно. Вот тут семей с кем, уже с медком. Дождь усиливается, прячемся под прицеп. Поливает дождь, как из ветра, думал распогодится, ничего не видно старого города. Жаль, акацию обмывает, день потерян, но, может быть, будет трава. Будем посмотреть. Это третий такой дождь у нас за последний месяц. Видно, что без ведра. Хорошо, может быть, травы в этом году поднимутся. Будет разнотравее. Но, может, еще и окраску продержит перед нашим жидком, если все ее не обмоют. В общем-то, говорят, люди на всем убором более-больше. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. rutiner distантов на пути! Продолжение следует...